Я думаю, что современный педагог должен быть добрым, должен входить в положение ученика, если какие-то проблемы, он не должен говорить, ты должен прийти, все, он должен понимать, что бывают какие-то ситуации, когда ты не можешь идти на занятия, то, что должен быть отзывчивым, помогать, если у тебя что-то не получается, предложить свою помощь, не настаивать на том, что ты должен сделать это сам, а как бы, ну, помочь, не знаю, нужно подсказать, ну, вот это вот я считаю, как бы, главное, то, что должна быть какая-то помощь, не просто пришел от работы и ушел, а должен, как бы, любить это дело и работать. Педагоги моей мечты, это педагог, который будет постоянно выслушивать тебя, добрый человек и будет постоянно понимать тебя и то, что ты хочешь услышать и не нагружать сильно, чтобы можно было поговорить на разные темы, включая там танцы и остальные. Я не люблю, когда учителя выбираются до каких-то любимчиков и постоянно хотят их больше продвинуть. Все люди разные и объясняют ли они, соответственно, по-разному. А то, что он должен быть добрый, ну, это очень спортный вопрос. В каждом учителе найдется какая-то, ну, вот, вещь, которая тебе нравится, которая тебе не нравится, ну, ты все-таки должен с этим смириться и попытаться понять как-то. Главная мысль учителей, я здесь главный. Я учитель, я вас учу, вы мои ученики, значит, вы должны беспрекословно меня слушать, делать все, что я говорю, и не важно, даже если я не прав, все равно я прав. На уроках сегодня не хватает больше равноправия, что ли. Это не значит общаться со всем на равных, на ты, но прислушиваться к мнению учеников, к их мыслям и не думать, что если это ребенок, то он ничего не может здраво сказать, что учитель всегда прав. Иногда им не хватает понимания, позитива. Они мало отдыхают, и мне кажется, что им больше надо отдыхать. Я считаю, что самое главное – это сейчас дисциплина и воспитание. Некоторые педагоги даже не задумываются над тем, что детям хочется, чтобы их больше понимали, чтобы больше к ним вникали, можно сказать, в душу. Мне кажется, что детям было бы это намного приятнее. Все дети хотят, чтобы их понимали, их любили, им проявляли больше заботы, внимания. Ну, современному педагогу на сегодняшний день, на мое мнение, не хватает поддержки, терпения и больше советов, чтобы давали. Больше так. Чем больше советов, тем понятнее. Самый главный недостаток – это каждый педагог думает, что он единственный, и он грузит именно так, и он думает, что других предметов у нас нет. Они немножко не входят в наше положение, и задают слишком много, всегда много разных заданий, причем не всегда нужных. Они вообще думают, что именно они у нас единственные, и они всегда входят в наше положение. А так, педагоги наши любимые шеи – молодцы, потому что в нашем возрасте очень тяжело справиться, ну, точнее, справиться с детьми нашего возраста. Потому что, ну, мы всегда внимательно слушаем, а вот достучаться, или передать парням тебе, ну, это большое дело. Мне кажется, что современным учителям нам хватает немного позитива на уроке, потому что всем детям хочется, конечно, немного веселья. И вся информация, которая дается в школах, в каких-то кружках, будет запоминаться намного лучше, если будет добавлен какой-то позитив. Мне кажется, что современному педагогу не хватает более интереснее вести уроки для детей, чтобы они летели на его уроки, хотели выполнять домашнее задание, которое он сдаёт. Педагогам не хватает уверенности в свет, так как ученики сейчас очень разбалованные стали. Нет никакой дисциплины абсолютно. Можно быть очень строгим, а сейчас дети что делают, то и хотят. Мне кажется, что педагогу не хватает чувства юмора, понимания, интересности, потому что, когда ты сидишь с педагогом, тебе неинтересно. Учитель говорит скучно, неинтересно, тараторит, но это никак не донесёт до ученика. Учитель тоже требует понимания, но он не даёт его взамен. В современном педагоге не хватает строгости, потому что это понимание, это такое, как человек относится, это всякое по-разному. А вот строгость и дисциплина главная составляющая, и педагога должна быть. Некоторые учителя учат по старым правилам, по старым схемам, которые они когда-то там у них были. И надо уже входить в современный мир, мне кажется, понимать детей, особенно которые вот уже в 10-11 классе. Я считаю, что многим учителям не хватает строгости и юмора. По моей практике, вот в школе, в студенческой жизни я расспрашивала у многих ребят, и все запоминали именно строгих учителей, которые оставались у них в памяти на века. Поэтому желаю именно вот эти вот два качества нашим всем преподавателям. Мне кажется, что многим преподавателям не хватает желания войти в контакт с учениками и преподавать свой предмет так, чтобы было интересно. То есть немного где-то юмора, немного где-то чего-то интересного, а не просто поход по программе. То есть учителям нужно больше общаться с учениками как с людьми, а не просто как со своими студентами. Мне кажется, сегодняшним педагогам не хватает такой воспитания внутреннего, такого стержня не хватает, потому что преподаватели старой закалки, старого воспитания, они более рационально к нам подходят, потому что спрашивают, отлично спрашивают, требовательные. И в развлекательной какой-то манере это все. Сейчас педагоги более мягкие, более лояльные, что как бы затрудняет обучение. Мне кажется, что современному педагогу не хватает этой первой справедливости и правильного отношения к ученикам, потому что педагоги очень часто любят тех детей, с которыми у них все хорошо получается, которые отличники, а те, которые чуть-чуть похуже учатся, они их недолюбливают. Я считаю, что это неправильно, что должно быть справедливо. Я считаю, что современному педагогу нужно больше понимания, он должен понимать своих учеников и быть не просто педагогом, который скучно объясняет, а другом, который интересно с какой-то изюминкой преподает тебе. Я считаю, что современному учителю не хватает умения настолько заинтересовать своего ученика, чтобы он не просто любил его предмет, и чтобы он при каждой мысли, что он сейчас войдет в класс, просто взлетал на седьмое небо отчасти. То есть, чтобы каждый учитель мог добавить в свою руку какую-то изюминку, какую-то, может быть, где-нибудь подшучить, чтобы ученикам всем было очень интересно. Чтобы они понимали детей, разговаривали с нами иногда на нашем же языке, чтобы иногда, когда мы плохо себя ведем, мы с нами не ставим сразу же оценку плохую, а попробовали разобраться, из-за чего мы себя так ведем. Но иногда даже если повысить голос, все по-доброму как-то, и в шутку это все превратить. Если бы они еще больше требовали с нас, я думаю, мы были умнее, мы бы лучше знали их предмет, потому что раньше те люди, которые учились раньше, они более тщательно учили, допустим, даже физику, алгебру, геометрию, чем мы сейчас. Мы как-то пренебрегаем этим. Надо как-то более интереснее преподавать уроки в виде игры, в виде каких-то вопросов, викторин, кроссвордов тех же. Как интереснее, так лучше запоминается. И хочется приходить к этому педагогу на урок, хочется его слушать, даже не разговаривать, не отвлекаться, просто... Я считаю, что педагогу должна нравиться его профессия, он должен гореть идеи, что-то новое искать, детям преподносить, искать какие-нибудь, ну, не знаю, интересные случаи, связанные с предметом или как бы с той деятельностью, которую он преподает. И он должен любить свою профессию, должен, ну, и ему должно нравиться преподавать детям, учить их, ну, какое-нибудь, все такое.